Первым объектом, который посетил глава Калмыкии, была спортивная площадка, где его встретили школьники, которые рассказали, что регулярно приходят поиграть в футбол. Здесь же находится и детская площадка, спортивные тренажеры, куда каждый вечер приходят отдохнуть и позаниматься местные жители. А что еще есть по Габурули? Какие секции есть? Ну, бокс. Бокс был недавно. Бокс был недавно. А почему был? Ну, у меня футбол. Да? Уехал, конечно? То есть он совсем уехал? Нет, он временно сейчас. А, пока летом. Здесь, в школе или здесь? В поселке Бокабрул есть и лукодром, где ребята активно занимаются этим видом спорта. Местные жители реализовали проект совместными усилиями. Далее глава региона посетил отремонтированный парк Победы, где установлены стенды с именами и фотографиями героев уроженцев поселка. Местный парк был благоустроен в прошлом году по программе развития территории муниципальных образований, тоже основанных на местных инициативах. Там же находится памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и мемориал жертвам депортации, где Бату Хасиков возложил цветы в дань уважения всем павшим воинам за нашу родину и землякам, не вернувшись из далекой холодной Сибири. Хуру Ламрин Чонлин стал следующим объектом программы «Визита главы», где Хасиков вошел в священный объект, поднес подношение, зажег лампадку и помолился. В обновленном Доме культуры Хасиков осмотрел отремонтированные помещения. Он оценил местный музей, который рассказывает историю и жизнь поселка, а также библиотеку поселка. Напомню, здание преобразилось в 2021 году по национальному проекту «Культура». Здесь же руководитель республики встретился с жителями Кибрульского района. В актом зале его уже ожидали жители поселка всего Кибрульского района. Первой обратилась жительница с просьбой включить в индивидуальную программу развития регионов подвоз воды водовозами в поселки. Но прежде она поблагодарила Бату Хасикова и руководство региона за реализацию объектов комфортной городской среды. Такая просьба. Дело в том, что проблема воды стоит для всех и у нас в районе. Понятно, что она движется, решается. Но если в Кибруле у нас есть водовозы, которые ездят, и мы сейчас не сильно ощущаем, потому что налажена в этом отношении работа. А в сельских муниципальных образованиях водовозов нет. Мы живем здесь сейчас. Я считаю, что здесь Алексей Николаевич Скалов, он зампред, и он же министр строительства, но курирует министерство ЖКК. Администерство ЖКК здесь Виктория Егоровна. Ну и администрация здесь. Я считаю, что действительно, земляки, да, если мы живем пока тем, что подвозим воду, ну мы так много лет живем, правильно? То есть и мы так жили, я в детстве так жил и так далее. Почему бы действительно нам все-таки не оптимизировать расходы жителей, именно взяв на себя нагрузку по обеспечению тех или иных населенных пунктов, или СМО, либо ЭРМО, водовозами? Один из вариантов, вот здесь, как я вижу, предлагаю, это приобретение тех же водовозов в Лизинг, это будет даже быстрее для нас с вами. Далее прозвучал вопрос о возможности увеличения лимитов по программе инициативного бюджетирования. Дехатиков поддержал данную инициативу и поручил руководству региона продумать данную тему. Прозвучал вопрос и ремонта дорог, капитального ремонта детских садов и развития туристического потенциала района. Очень рады, что встретились, впечатлена вообще встречей. Бату Сергеевич рассказал о развитии нашей республики, выслушал все наши проблемы. Оказывается, о многих проблемах он знает и эти проблемы будут решены. Очень много сделал добра и в поселке, и в самой Калмыкии, и в городе. Так что дай Бог ему здоровья и благополучия. Вопрос был затронутый, это уже плюс большой. Главное, его заафишировали, этот вопрос, люди все услышали. Значит, будет какое-то движение. А движение в хорошую сторону. Так что спасибо за этот вопрос, конечно, и за то, что его затронули. Если человек смотрит тебе в глаза и скажет, что все проблемы решаются, это большой плюс. И когда смотришь лиц глаза в глаза и говоришь об этом, и чувствуешь саму эту всю атмосферу, это очень позитивно, это очень нужно. И желательно каждый поселок надо, такие особенно отдаленные, как наши, каждый поселок надо заезжать. Все эти вопросы и предложения обязательно будут рассмотрены в кратчайшие сроки, подчеркнул Бату Хасиков. Данный формат общения располагает, говорят жители. Донара Бимбинова, Владимир Цуглинов, информационная программа День республики и Кибрульский район.